Террапринт 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 1029 Террапринт А цифровой печати По информации Konica Minolta В типографии Твойи медиа В корпоративном центре копимоз Установлены Очень модные Сейчас системы Konica Minolta без car Pro C-6000L Ещё две Konica Minolta C-7000SP и C-6000L Установлены В компаниях Медиасервис в Антеевке и А-Квадрат в городе Москва. По информации компании Xerox, ЗАО «Марш» страховые брокеры осуществила модернизацию своей IT-инфраструктуры с помощью цветных твердочернильных МФУ. Xerox ColorCube 9301. Да, Xerox продолжает развитие своей твердочернильной технологии. Но цифровых печатных машин приобретается немало. Но напечатать продукцию недостаточно, надо еще придать ей вид законченного продукта. Для этого все чаще применяется новое поколение финишного оборудования, аналогичное по управлению цифровым печатным машинам и не требующее ручной настройки. Специалистами TerraPrint инсталлирована именно такая новейшая фальцевально-беговальная машина Foldmaster Touchline CF-375. Оборудование приобрела немецкая фабрика печати. TerraPrint приглашает на еженедельные презентации уникальных возможностей печати принтеров SpeedStar 3000 по технологии MemJet. Печать со скоростью 18 метров в минуту и цена в 40 раз дешевле конкурентов открывает революционные возможности для российских пользователей. Как и на прошлых неделях, кроме цифровых печатных машин, полиграфисты активно приобретают современные системы CTP. По информации паблиша, в новой типографии набежные челны компания Politet установила ОФ-систему Kron для аналоговых пластин. В состав данного допечатанного комплекса вошли CTP Kron UVP 2616 EX Plus, проявочный процессор Staker RIP. Это первый на российском рынке аппарат малоформатный 26-й серии, работающий с пластинами формата до 670 на 560 мм при скорости до 23 пластин в час. По информации НИСы, производитель канцелярских товаров компания Hardberg приобрела комплекс запечатанного оборудования Kodak на базе Trendsetter 800. И еще один Kron. Начал работать процентр компании NextPose, оснащенный комплексом оборудования в составе CTP Kron UVP 3648 EX Plus, податчика пластин, процессоры для обработки, стекера системы Workflow Polka Dots. По флексографии, которая, похоже, чувствует себя уверенно. Да. По сообщению портала Печатник, по итогам первого квартала там-то механика отмечает существенное увеличение спроса на флексоформы по технологии Codex FlexCell NX. По сообщению VipSystem, компания Цифровая Этикетка приобрела современный OMED XFlex X4. Террапластика, входящая в нашу группу компаний, сообщает о получении эксклюзивных прав на поставку в Россию встраиваемых флексографских модулей компании Guigny. Несколько лет Террапринт поставлял их на неэксклюзивной основе, а теперь, по словам Александра Бокарева, директора Террапластики, благодаря успешному сотрудничеству, мы стали эксклюзивными дистрибуторами, единственными партнерами Guigny в России. Компания YAM International сообщает о заключении договора с Асайей о дистрибуции фортных материалов и оборудования для предприятий кексографской печати. С 1 апреля 2012 года YAM International является эксклюзивным поставщиком кексографский совет степи пластина Асахи Photo Products Plate на территории СНГ, за исключением Украины и страны Тавказии. И это не шутка. Состояло заседание Клуба полиграфистов Санкт-Петербурга, сообщает сайт газеты «Печатное дело». Основные темы заседания современные тенденции российского книжного рынка, актуальные вызовы и состояние издательского бизнеса, книга печатания в Петербурге глазами издателя. И печальные новости. Как сообщает сайт «Предвик», крупнейшая в Омской области типография обанкротилась. Внешнему управляющему ООО Омский дом печати не удалось восстановить платежеспособность предприятия и вывести его из кризиса. Мы будем продолжать следить за этой ситуацией и за всеми другими ситуациями. Спасибо. Оставайтесь с нами. Сейчас у нас сюжет о оборудовании, которое будут представлять поставщики компании, группы компании «Террапринт» на «Друппе». Спасибо. Здравствуйте. Ну, выставка «Друппа» уже начнется через несколько дней, и все поставщики полиграфического оборудования бомбардировали в последнее время информационное пространство различными анонсами своих поставщиков, связанными с «Друппой». А мы вот в этом сюжете со мной в нашей импровизированной студии директор по продажам «Террапринт» Сергей Викторович Денисюк. Мы хотим сделать небольшой обзор наших поставщиков, то есть тех компаний, которые представляют на российском рынке «Террапринт» и которые будут представлены на выставке «Друппа». Мы тоже будем там, будем рады вас видеть на выставке «Друппа». Я и Сергей Викторович, еще ряд наших сотрудников. На стендах наших поставщиков будут присутствовать номера наших телефонов, а также, так сказать, вы всегда можете написать на тот вот адрес, который есть в конце этого выпуска для того, чтобы связаться с нами. С нами нетрудно совсем связаться. Итак, вот если пройтись по списку наших поставщиков, которые будут представлены Сергею вот на этой выставке, то можно, наверное, разбить на несколько сегментов. Вот если взять, скажем, цифровое печатное оборудование, то здесь более-менее понятно. Мы поставляем «Кони Куминоль», тут ошиба, все это оборудование будет там представлено. Ну и различное финишное оборудование будет представлено для пригодное для цифровой печати. Вот будет ли там представлена, например, швейцарская компания «Мультиграф»? Ну, выставка, на самом деле, как вы знаете, она достаточно такая серьезное мероприятие в полиграфической отрасли, поэтому там будет участвовать очень много поставщиков, из наших практически все, в том числе, естественно, «Мультиграф». «Мультиграф» представит новую модель «Тачлайн SCP-375». Это модель для просто печатной обработки, включается ее функцию беговки, продольную поперечную резку и одновременно перфорации с обеих сторон. Да, вот сейчас появляется новое поколение таких устройств, которые по управлению похожи на управление цифровыми печатными машинами, где не надо ничего настраивать вручную, где нажатием кнопок все параметры задаются, и иногда они бывают вот как вот этот «Тачлайн» мультифункциональными. Естественно, там будет присутствовать и «Ушида», наш поставщик традиционный, и другие поставщики, так сказать, в сегменте финишной обработки для цифровой печати. А если взять афсетные печатные машины? Вот незадолго до выставки прозвучала такая интригующая информация, что наш поставщик, который мы много лет поставляли, компания «Шинахара», которая прекратила выпуск афсетных печатных машин какое-то время назад, она сейчас нашла себе все-таки инвестора, и китайская компания, один из известных поставщиков китайских, который и делал на самом деле копии машин «Шинахара» раньше, он развел инвестицию, приобрел все активы, включая японский завод «Шинахары», и планирует возобновить выпуск. Вообще, это интересная информация? Да, это действительно интересная, на самом деле она также для нас была очень любопытная, и в том числе и Ханс Громенко на выставке «Десу дошли» будут поставлять машинные модели «Шинахары» из 66 серии, из 75 серии, поэтому так будут собирать всех дилеров «Шинахары». Надеюсь, мы продолжим сотрудничать с этой компанией и с маркой «Шинахары» в том числе. Да, это, конечно, очень интересно. Но, кроме того, мы и с уходом «Шинахары» продолжали и продолжаем поставки овсетных печатных машин. Какие марки будут представлены из тех, которые поставляем мы? Ну, сейчас нам в портфеле поставщиков по овсетным машинам это, в первую очередь, системы «Хамада» и китайская компания «Соль». «Хамада» хорошо известны в России и, собственно, этот завод, который производит эти машины, он неизменно производит их многие годы. А вот «Сольна», хотя и мы, наверное, целый ряд машин продали за последнее время, менее известен российскому потребительству. Ну, да, действительно, он менее известен, но, тем не менее, марка достаточно известная, поскольку в свое время производилась в Швеции. впоследствии было куплено китайским заводом и сейчас производят также овсетные машины по лицензии. Да, то есть все эти марки можно будет увидеть на выставке Друппа. Хорошо, мы поговорили про овсетную печатную технику, теперь вот если переместиться в сегмент финишного оборудования для профессионального полиграфического производства, что мы видим здесь, какие марки у нас здесь представлены, ну вот наша компания как-то достаточно активно в последнее время продвигала машины, Куровские машины для термоклеевого скрепления Байндекс, они будут там представлены? Байндекс будет представлен на выставке, будут несколько моделей, практически весь модельный ряд, которые можно прийти, посмотреть, попробовать качество скрепления, ну, соответственно, оценить. Да, заходите на стендбайк Байндекс, ну, кроме того, какие еще там будут в марке? Также будет и по термоклеевым машинам из тех марок, которые представляем мы, будет компания GND, которая тоже представит достаточно широкий модельный ряд, включая и линию Зичини. Вот, Зичини будет представлен на выставке, тоже достаточно большой стенд, будут представлены новинки, в том числе и ниткошвенная машина F1088. На самом деле в ней ничего особенного нету, просто как бы сама ниткошвенная машина дополняет модельный ряд, который, модельный ряд был в линейке Зичини, которого, чего раньше у них не было. Ну, достаточно уникальный производитель, который, с помощью которого, оборудование, решение которого можно производить широкую гамму изделий с твердым переключением. Да, да, почему бы. А мы осуществляем и продажи с сервиса этого оборудования. Если говорить про, скажем, сегмент оборудования для картонной упаковки, ну, Террапринт поставляет различные машины для тех, кто производит картонную упаковку, что смогут увидеть российские полиграфисты, которые попадут на дропу. Ну, естественно, увидеть наших вендоров, это, в первую очередь, это компания МК, производителя глистикальных автоматических средств, глистикальных прессов. У нее будет стоять тоже большая площадь, будет стоять очень много машин, в том числе некоторые новинки, на которых вы видите на основной друппе. Будут также представлены и компания Мегуанг, и компания Винчуай, производители кашеровального и блокировального оборудования. Мастерворк или МК, это машина хорошо известная уже в России, их достаточно много установлено, так же, как и Мегуанг, это один из крупнейших в мире производителей кашеровальных машин. хорошо, мы не упомянули про допечатное оборудование, у Террпринт в общем-то довольно много появилось клиентов в последнее время по допечатному оборудованию, здесь и измерительное оборудование, и система сети пешта, что там смогут увидеть люди интересующие сети. На стене X-Ride вы можете увидеть обнаженный модельный ряд тех устройств, которые вы знали до этого будут поставлены новинки. На стенде компании Chrome, это производители сети устройств, будет порядка восьми устройств различных и ультрафиолетовых, и термальных, и UV-шных, разных размеров, с разной мощностью лазеров. Все эти машины будут сходить в работе, вы сможете посмотреть, оценить качество работы этой машины. Очень интересно, вообще, если посмотреть новости, за последние несколько недель, то инсталляций Chrome очень много. То есть, честно говоря, сейчас такое впечатление, что просто взрыв, происходит взрывообразный, так сказать, рост интереса к Chrome. Ну, может быть, не взрывообразный, но достаточно высокий интерес, всегда хочется больше. Да, Поэтому, в последнее время, практически, из установок, из инсталляций CTP, которые сейчас есть на российском рынке, самое большое количество, опять же таки, CTP Chrome. Это удивительно, да, по сравнению с тем, что было раньше, это просто полностью изменение картины рынка. Да, согласен. Соответственно, можно будет познакомиться с оборотным, вызвавшим такой интерес. Оборотник X-Rite, TerraPrint, один из крупнейших дистрибуторов X-Rite, там тоже будет представлено и все новые решения от X-Rite, новые модели тоже там можно будет увидеть. Хорошо, если теперь коснуться сегмента оборудования для гибкой упаковки, для этикетки, то там тоже на друппе будут представлены такие компании, наверное, как и Lombardi, да? Lombardi, Focus. Lombardi, Focus это основные, так сказать, флексографские машины, которые поставляет TerraPrint. Ну, Lombardi активны и в сегменте, скажем, вытечки, этикетки, различного отделочного ломбарда в том числе. Сейчас тоже растущий интерес к Lombardi на российском рынке и можно будет посмотреть воочию на новые модели машин. Что еще имело смысл упомянуть? Ну, вот мы видим, например, что в последнее время TerraPrint анонсировал решение для производства детских книг и альбомов компании KISUN тоже будет этот вендор там присутствовать. Вот. И список порядка 20 названий. Мы не хотим вас слишком сильно утомлять. Мы призываем вас при возникновении каких-то вопросов по ценам, по условиям, по, может быть, не все обороны представлены, которые вас интересуют, на стендах обращаться. Сергей, вот, там будет присутствовать другие сотрудники. звоните, связывайтесь, до встречи на друппе и до новых встреч в целом. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров Редактор субтитров